Путешествие во времени Навеки Конечно же я Самые невероятные приключения Самые опасные ловушки Самые сложные загадки Самые мистические тайны У них нет ни единого шанса против хранителей реликвий Давайте спасать историю вместе Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ну, стой, Пол! Ты не можешь от меня убежать. Принимаю твой вызов, Индиана. Пол, можешь бежать, но тебе не спрятаться. Берите, берите, подходите! Что значит не спрятаться? Пустая болтовня, друг мой. Ты тоже слишком самоуверен, Пол. Алан, ты пришел за мной? Точнее, за реликвии, что ты украл. Настало время расплаты. В тот день я должен был сделать все возможное, чтобы вернуть тебя в прошлое. О, не говори так. Благодаря тебе я неплохо провожу время. Мечта о том, о чем другие не смеют и мечтать. Твоя мечта не должна сбыться. По-моему, ты запутался. У тебя здесь нет права голоса, Пол. Только у меня. Алан, что с тобой случилось? Когда мы познакомились, у тебя было чистое сердце. Это так. Потому что тогда я еще не знал, что ты бросишь меня! Алан. Предоставьте это мне, мистер Икс. Мои старые суставы. Думаю, пора передать обязанности хранителя реликвии Люку. Что? Алан проделал такой путь! Это моя вина, Алан. Я позволил тебе стать монстром. Люк, я в тебя верю. Ты станешь отличным хранителем реликвии. Ты уверен, что видел последнюю деталь астролябии в Афинах, в Греции? Да. Я помню, что видел у кого-то в руках что-то необычное. Это точно было в Афинах. Тогда в путь. Если мы добудем последнюю деталь астролябии, мы найдем дедушку. Постой, Люк. А вдруг реликвия окажется в опасности в твоем отсутствии? Алан и нет. Кто еще может украсть реликвии? Я знаю, но что-то в этом всем не так. К тому же у нас есть Джина. Я пошел, Джина. У тебя все под контролем. Еще как. Мы отправляемся за последнюю деталью астролябии. Да, но не раньше. Что собираете товар? Да, как интересно. Милости, Шоусь. И всегда всегда превосходят. Ага, богиня Афина сегодня на моей стороне. Это слегка дороговато. О, оливки выглядят такими свежими. Какие восхитительные спелые цвета. А вы ведь знаете поговорку. В здоровом теле здоровый дух. Только посмотрите на оливки. Ну разве не аппетитные? Ну ладно, я согласен. Я беру всю корзинку. О, постойте, к чему спешка? Нельзя так легко соглашаться с мнением незнакомцев. Странные ты и говоришь странные вещи. Это же твоя идея. Моя идея не мое решение. Я лишь подкинул предложение, вот и все. Предлагать и принимать решение разные вещи. Да неважно, я покупаю. Сколько за эту корзину? Хочу учиться я в школе в Афинах, но я так беден, не хватит на взнос. Хоть и умнее я в этом мире всех, хочу я стать философом. А это не кража, а инвестиция. Мой кошелек, куда он пропал? Секундочку. Мальчик, верни кошелек. Иди сюда. О, какой вы внимательный для такого коротышки. Что теперь? Индиана сказал, что у этого человека последняя деталь астролябии, но... Он ведь правильно изобразил лицо, да? Ого, что это было? На вас попался. Отдавай кошелек. Вы поймали не того, у меня его нет. Смотрите, вон тот воришка. А это здесь откуда? Ну всё, сейчас я покажу тебе, что бывает с ворами. Не надо, это не я. Что происходит? Какой вздор, он так разозлился из-за этого? Тут даже наполовину взноса для афинской школы не хватит. И что теперь? Постойте, отпустите меня, отпустите. У меня и без того проблем достаточно. Немножко поболят глаза. Вот, до встречи. Ничего не вижу. Что бы это ни было, похоже, оно стоит не меньше сотни драхм. Более чем достаточно, чтобы поступить в афинскую школу. Где же этот парень? Кажется, я уже всё осмотрел. Ясно, как день. Вы здесь чужак, не так ли? О, почему ты так странно говоришь? Нет, это не этот коротышка. Я не коротышка, я Тео. Прошу меня уважать. Вы что, не знаете, поспешишь, людей насмешишь. Я всё видел. Вас чуть не поймали за воровство. Я прав. Я не вор. Я не краду вещи, а защищаю их. О, это тоже выглядит достаточно ценным. Что? И что вы защищаете? Хм, можно сказать, я защищаю потоки времени. Вы защищаете время? О, вижу, вы тоже философ. Ну, я немного разбираюсь в философии. Что же, тогда, может, расскажете мне о великом Сократе? О, великий философ Сократ был учителем Платона. Сократ говорил, что мудрые должны быть смиренны, должны проявлять мудрость в своих поступках. Но ты это и так знаешь. Спасибо за рассказ. И за это тоже. Эй, стой. Надо было догадаться по его странной речи. Так вот для чего оно. Горячо? За это дадут минимум две сотни драм. Ну, стой, воришка. Вот вам подарок. От самой богини Афины. Оливковое масло. Но ты у меня получишь. Но сначала я... О, плохо дело. О, плохо дело. С этой штукой нельзя играть. Отдай! А почему, интересно, вы ее лишились? Из-за негодяев вроде тебя, мелкий воришка. Потому что вы были слишком заняты, хвастая своей мудростью. Я просто делился информацией. У вас таких много. Но с чего так огорчаться? Вы, воистину, жадный человек. Жадный? Справедливость – это когда имущие делятся с неимущими. Правда? Адю! Этот парень еще говорливее, чем я. Красивыми словами меня не заговоришь. Этого будет маловато. Да что ты! Сейчас посмотрим. Отпустите! Немедленно отпустите меня! От щедрости имущих не то же самое, что воровство неимущих. То, что ты делаешь, называется грабежом. Что происходит? Стойте! Ровным вперед идем, строим мы. Ждет нас верховный город. Ждет нас верховный город. Вперед! Поторопись. Ты не сможешь подняться, когда закончится судный день. Судный день? Подняться куда? Что происходит? Стойте! Куда исчез этот воришка? Сбежал как крыса! Ну как, ты нашел последнюю деталь астролябии? Я везде искал, но так и не нашел. Осталось только там. Это Акрополь, центр Афин. Кажется, там находится афинская школа. Афинская школа? Деталь астролябии в ней? Нет, дело не в этом. Мелкий воришка сказал, что пойдет в эту школу. Давай скорее убьем двух зайцев одним выстрелом. Люк! Почему она здесь? Что случилось? Все плохо. Реликвии! Реликвии снова исчезают! Что? О чем ты говоришь? Если реликвии пропадают, значит, Аллан до сих пор... И теперь все еще хуже, чем было! Хуже, чем было? Что это значит? Люди! Наши друзья из прошлого тоже стали пропадать! Санжай! Санжай! Мечище Атагбара Великого пропали и... Это... Это молоток Рахула? Рахул... Он тоже пропал! Кто это сделал? Кто мог похитить Рахула? Я не успел и мельком на них взглянуть. Но одно знаю точно. Они изначально пришли за Рахулом. Рахул был их целью? Да. Похоже, что им важнее люди, чем реликвии. Марти! Стой! Марти! Ты же поклялся, что не предашь меня! Прошу, пойми, Исаак. Это место лишь для избранных. Я не упущу этот шанс. Пятьдесят на пятьдесят. Марти мог пойти в любую сторону. Но учитывая его скорость и угол наклона улицы, скорее всего, он свернул направо. Хотя, если учесть погрешность... Марти! Что ты на этот раз собрался делать с телескопом Ньютона? Прошу, всего один раз. Умоляю, отпусти! Я никуда тебя не отпущу! Кто подал тебе эту идею? Отвечай, кто это был? Скажи мне, Марти! Это ты? Значит, Алан? Алан Жи? Они не остановились на реликвиях. Им также понадобились мои друзья. Они все помогали спасти тебе реликвии. Алан покетил их, чтобы помешать тебе вернуть реликвии. Ммм... Нет. Марти сам взял телескоп Ньютона и сбежал. И сказал, что ему куда-то нужно. Алан, что же ты задумал? Что бы он ни задумал, я верну реликвии и моих друзей. Пока мы разберемся с Аланом, Индиана найдет последнюю деталь астролябии в Греции, потом вернется дедушка и Алану конец. А-а-а! 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 Да вот! Починела! Это? Это же серебряные доспехи Жанны Дарк. Хм. В этих доспехах она считала себя неуязвимой, а теперь взяла и потеряла их. Стой! Французской реликвии, которую искал Алан, была держава. Почему в опасности доспехи Жанны Дарк? Хм. А-а-а! Жанна Дарк в беде! А-а-а! А-а-а! Хе-э-э! А-а-а! 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 Ха! Отпусти меня! Куда ты хочешь меня забрать? Сопротивление сделает только хуже. Ха! Ха! Думаешь, можешь меня напугать? Я Жанна Дарк, рыцарь этой великой страны! Ты очнёшься в новом мире. Ха! Хе! Бонжур! Мы встретились вновь в лакей. Люк, как ты сюда попал? Ха! Значит, вот так ты похищаешь моих друзей. Отвечай, куда ты их забираешь? Я отвожу их в новый мир Аллана. Твоя подруга тоже была избрана жить в нём, как гражданин нового Эдема. А-а-а! А-а-а! Вы что, не в себе после крушения Гирижабля? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе? Новый что? А-а-а! Скоро узнаешь, но пока я заберу твою дорогую подругу. А-а-а! 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 Люк, ты ведь помнишь, что Его Величество сделал меня рыцарем? Но, конечно, главнокомандующий! Жду ваших приказов! Мой дорогой солдат! За меня! Поворот! Внизу! Наверху! Вперёд! Мне пришлось использовать обе руки. Ваш командный гух впечатляет. Но у меня есть пара неплохих ходов. Да ладно! Все знают, орудие искусно лишь в искусных руках. Здесь всё и закончится. Берегись! Люк! Беги, Жанна! Снаружи ждёт Джина! Но я не могу тебя бросить! Беги скорее! Слишком поздно. Мы отвезли Жанну в безопасное место. Ну что ж, давай поболтаем. Начнём с того, когда и куда ты забрал моих друзей. Тебя и вправду не остановить. Что это? Что ты задумал? Даю тебе последний шанс. Он сделает тебя на шаг ближе к совершенному миру Алана. В этом кубе тайное местонахождение твоих друзей. Но если ты не решишь головоломку, ты поплатишься за это. Что? Чем? Чем поплачусь? Сам увидишь. Что ж, надеюсь, мы ещё встретимся. Что? Что? Эй! Если уж решил помочь, то заодно вытащи меня отсюда. Эй! Ты! Ах, только не это. Значит, если соберёшь кубик, то мы узнаем, куда всех отправили. А для чего тогда песочные часы? Люк, это может быть ловушкой. Я и так это знаю. Но это наша единственная наводка. Нужно попробовать. Аллан, считаешь, кубика достаточно, чтобы меня остановить? Все части разные. Как мы должны его собрать? Вообще-то, всё очень просто. Нужно лишь понять закономерность рисунков. Посмотрим. Что это? Это часовая бомба. Этот лакей. Так вот, чем я должен буду поплатиться. А, я знал, что дело нечисто. Сколько у нас времени до взрыва? Песочные часы. Должно быть, это таймер бомбы. Эй, времени предостаточно. Люк, хватит дурачиться. Решай кубик. Ну, ладно. Рифелева башня во Франции. Великая стена в Китае. Это же достопримечательности стран. Значит, все достопримечательности на одну грань? Нет. Здесь их недостаточно. Это матрёшка из России. Это мужская шляпа, возможно, из Англии. Это корейский кат и дворец. Скорее, Люк! Осталось мало времени! Я знаю. Это карта. Похоже на Грецию. Греция. Карта. Люк, ты знаешь, что делаешь, да? Конечно. Собираю на одной грани символы каждой страны. Что? Символы? Видишь? Это карта Греции. А вот этот крест и полосы – греческий флаг. Эти пять колец символизируют первую Олимпиаду. Она была в Греции. Такой лавровый венок давали победителю в каждом состязании. А это шлем коринфийского воина. О, а это ваза амфора. И? А? Что это? Это оливки. Самый любимый ингредиент греков. Нет, ничего, с чем мы с тобой бы не… У нас нет времени! Хорошо, хорошо. Столица Греции – Афины. И уверен, вы знаете, что Афина, глядящая на Афины, представлена в виде совы. Согласно греческой мифологии, Афина соревновалась и одолела Посейдона, владельца Трезубца, и стала богиней Афин. Бомба остановилась! Ты правильно собрал кубик, Люк! Это мелочь для всемогущего Люка. Куб указывает на Афины. Должно быть, там держат наших друзей. Да, но где именно и когда? Мы не сможем обыскать весь город в каждый временной период. Это так. Но давай пока отправимся туда и… Почему? Мы не так его собрали? Нет, не может быть. Я уверен, что всё правильно. Готлип, что это? Это детектор радиации. Улавливает даже мелкие крупицы радиации. Радиации? Лео, включи свет в библиотеке. Джина, закрой шторы. Создадим полную темноту. Что это, Люк? Понятно. Кубик покрыт флуоресцентной краской. Этот светящийся в темноте материал сделан из литий или прометий. Они оба слегка радиоактивны. Ну, конечно. Последняя подсказка спрятана в этих линиях. Надо просто соединить их. Слишком поздно, Люк. Надо уходить отсюда. Вы первые уходите. Люк, прекрати! Просто выброси бомбу на улицу! Нет. Если я позволю ей взорваться, то потеряю своих друзей. Как мне спасут дедушку Пола, если не могу даже спасти их? И я… Ах! Говорил же, что справлюсь. 406 год до нашей эры. Греция. Афины. Их центр. Акрополь. И последнее. Парфенон. Наши друзья. Их всех заперли в Парфеноне. Я все видел. Видел, что вы сделали под землей. Этот рай на земле был обманом, не так ли? Я всем об этом расскажу. Алан, что же ты задумал? Запусти время вспять Меня не удержать Крылья расправлю И землю оставлю Где-то далеко внизу Не верят пусть меня Дойду я до конца И я даже не верю Я даже не верю